Дорогие друзья, я с вами Виви и у меня для вас очередное видео. На этот раз видео посвящено будет чемпионату Китая, в котором я не особо разбираюсь, но все же, конечно же, слежу за тем, что там происходит. И в предыдущих Виви новостях, ну не в предпредыдущих Виви новостях, а просто Виви новости, которые касались чемпионата Китая. Я вам рассказывал, что Узи возвращается, тот самый легендарный Ады Керри, команда Royal Never Give Up возвращается. Но забавно, что не возвращается он в команду Royal Never Give Up, хотя он, по сути, прошлый месяц, по прошлый год, числился все еще их игроком и играющим стримером. То есть полупрофессионал, который играет и стримит всю свою эту подноготную. Но тут ему предложили невероятный контракт, цифры там запредельные были. И он на эти цифры согласился, с условием, что вместе с ним будет играть в обязательном порядке Минг. И только одна команда, по сути, смогла эти деньги им предложить. Эта команда была Weibo Gaming, та самая, которая раньше называлась Сунингом. Но Weibo Gaming — это местный твич. Он выкупил полностью эту команду. И теперь у них тонна денег, и они решили собрать супер-дупер состав. Но тут произошло то, чего многие не ожидали. Riot Games Китай заблокировал данную сделку и сказал, что эти цифры слишком большие. Действительно, цифры были огромные. Но, как выяснилось, просто Riot Games Китай не получал с этих денег ничего. Потому что проводилось это все каким-то странным путем. Не через местное самоуправление, давайте так скажем. Потому что есть местный комитет, в который вы подаете заявку, что вы хотите купить игрока. Этот комитет дает одобрение. Вы платите этому игроку и команде, которая теряет игрока 10 миллионов долларов. Из этой цифры 1 миллион уходит этому комитету. Ну, утрированно, понимаете. Да, я выдумываю еще цифры, но чтобы вы понимали, как это работает. А здесь же было. Денюжка летит, но комитету говорят, что цифры будут 2 миллиона. Ну, может быть, за миллион долларов. И тогда комитет получает с этого всего лишь 100 тысяч долларов. Но откуда же пролетели все эти данные? А данные прилетели все от мистера Дуинби. Который, к сожалению, для него в этом году не может найти себе команду практически никакую. Кроме Ленэнджи Гейминг. Они его себе забрали. Из основной команды он вылетел. Он в своем стриме как раз рассказал про вот эту супер друппер тему, которая собирается. И сказал, что его хотят тоже взять какую-то топовую команду. Но после того, как он это все рассказал, заблокировали Вейба, им, точнее, Райт Геймса заблокировали для Вейба тот контракт. И Дуинби Максимус куда смог прийти? Это в Ленингейминг. Не знаю уж почему именно эту команду он выбрал. Ну, а Узи ушел в команду Билли Билли Гейминг и будет играть вместе с Криспом, а не с Мингом, как он хотел. Минг остался в команде Royal Never Give Up. Видимо, вы купить его не смогли. Но не суть важна. Давайте по реддиту пробежимся. Здесь оценка команд есть. Я, говорю, сам не особо сильно разбираюсь, но то, что я вижу, то я вижу. Новая команда, которая раньше называлась Rogue Warriors, та самая команда, которая, по сути, была создана по завершению выступления команды Flash Wolf в чемпионате Тайваня. Команда была создана. Остался в ней все еще Maple. И вы знаете, что потом часть этих игроков ушли в Сунинг. И Сунинги теперь у нас стали в Вейба Гейминг. Короче, Maple все еще здесь. И вокруг него какая-то молодежь собралась. LGD полностью раскидали весь свой состав за денежки. И создали себе новый абсолютно состав с молодняком. Thunder Talk это тоже молодняк. Team World Elite частично молодняк. Частично старички. Вот Bio Bio был уже у них. А остальные ребята у них молодые. У меня здесь кошка ходит и мешает нам видео записывать. Иди отсюда. Invictus Gaming. Вы знаете, что у них большие вроде бы деньги есть. Но при всем при этом, насколько я понял, тому самому человеку, который был владельцем этой команды, это был сын миллиардера китайского, трубы-то перекрыли. Папа, видимо, сказал, что хватит. И в итоге Invictus Gaming столкнулся с финансовыми проблемами. Ему надо было искать нового спонсора. Спонсора они нашли. Они все еще остаются командой. Только теперь у них молодой состав. Их всего лишь на 13 место стоит. OMG наполовину молодой, наполовину старый состав собрали. И, как вы видите, я промотаю просто название команд. Вы видите, промотаю к топовым командам. И, по-моему, топ начинается с топ-6. Это те команды, которые будут претендовать на выход на чемпионат мира в конце года. И на выход на MSI в этом году. Почему именно эта шестерочка? Сейчас я вам буду это подробно рассказывать. Ну, а предыдущие команды, можете обратить внимание, то, что они все практически собраны из молодняка. И это интересно. Дело в том, что в Китае была лига LDL. Она до сих пор существует. В которой играли ребята от 16 лет до 20 годиков. Начиная где-то с 21 годика, они начинали попадать в топовые команды. Если только там не был игрок прям супер топовый. И тогда его с 18 или 17 лет, как Узи, как Дуин Би, как Найта в свою историю, закидывали сразу в основу топовой команды. В этом же году все китайские команды пошли другим путем. И они начали омолаживаться и сразу себе закидывать 18-19 летних ребят из своих же академий и команд в основу. Почему они так поступили? Кто-то спросит. Ну, ответ прост. У них поменялись правила. Именно национальные правила. Теперь в интернетах дети до 18 лет не могут находиться дольше, чем 3 часа. И гейминг, как таковой, киберспортивный, практически отрезан для людей, которые до 18 лет. По-прежнему я не видел никакой информации о том, что они это исправили. Следовательно, я могу сказать, что эта тема у них все еще под запретом. Следовательно, что делать? Если у тебя команда Академия, в которой находятся 10 игроков, из которых было 3 игрока 16-леток, тебе нужно ждать, пока эти 16-летки повзрослеют. Ну, а остальные 7 игроков, они могут уже практиковаться в Академии, как и до этого было. Но зачем их, как говорится, солить? Лучше сразу кинуть в основу и начать сразу их здесь уже тренировать против Найта, против Джеки Лоуа того же самого. Ну, просто сейчас их не к нами вижу, поэтому я их произношу. Почему так? Ну, потому что раньше они набирались опыта в Академике. И это был целый конвейер игроков сильных. У тебя был первый поток, потом второе поколение, потом третье поколение. Все это было в Академии. Теперь они первый поток сразу же закинули. Второй поток, ну, второе поколение как раз будет продолжать играть в Академии. А третье поколение не может теперь играть в Академии никак. Так, и вот тебе результат. Все команды в эту тему перешли нижние. А вот это вот топ-6 команды, они собраны как раз-таки из игроков, которые опытные. И которые уже имели опыт на чемпионатах мира, опыт на международной сцене. И, конечно же, имели возможность играть на высоком уровне довольно долгие годы. Ну и команда Topia Sports, из них здесь по рейтингу самая слабая. Я, в общем-то, с этим соглашусь. Я даже их не хотел туда включать. Но все же Джекилова и Найта нельзя спускать со счетов. У них здесь Тян есть. Все же, как-никак, чемпион мира. Молодняк на топе и молодняк на роли саппорта. Правда, Джекилову нужен, наверное, просто хороший саппорт. Не имеет значения, будет он молодой или не будет. Потому что Тян, Найт и Джекилова, они втроем смогут создать достаточный контент для своей команды. Чтобы играть на победу. Командовая Бэгейминг должна была быть топовой. Но в итоге никакой топости не получилось. И в итоге у них получился Хуан Фэнк на роли Ада Керри. Сворд Арт, купленный из команды ТСМ, на роли саппорта. Здесь, видимо, контракт можно было как-то переподписать. Тем более ТСМы сами даже отмечали в своих социальных сетях, что они ничего не потеряли по деньгам. Что они, по сути, за те же деньги, что получили Сворд Арта до этого, за те же деньги они его и продали. То есть у них просто был Сворд Арт целый год. Для них это произошло как бета-тест суперзвезды. Ну, какой есть, такой есть. Зэшай все еще будет на топе. Почему все еще? Потому что у него был тут один момент, один порыв выйти на роль мидлайнера. Но он от нее отказался. Потом у него был порыв вернуться в Корею. Но, видимо, эта идея ему тоже не понравилась. Сойфэм Бутлису и Ангел, который с Сойфэмом в свое время играл как раз-таки в сунингах, они остаются в этой команде. Костяк есть. Состав очень сильный. И я думаю, если бы у них был более сильный адекерик, который должен был быть, они могли бы быть сейчас чемпионами Китая. Но этого не произошло. И новая команда Ленинг Гейминг. Так, честно, это ЛНЖ же, да? Насколько я помню до этого. Да, это вроде ЛНЖ. Все верно, да. Ленинг Гейминг. Я просто на секунду задумался, может быть, это новая команда. Не-не. Это ЛНЖ. Ребята, они собрали себе Али, Тарзана, Дуинби, Лайта, Ламао. Неплохие вроде бы ребята. Но проблема в том, что эти ребята вообще не сыграны. И я бы их ставил, на самом деле, ниже Дуэйба Гейминг. То есть, вебиков можно было бы повыше поднять. И вот здесь вот мы переходим к топ-3. Били-били Гейминг, которые собрали себе Брифа Вэйвея, которые в прошлом году играли довольно неплохо. И команду Били-били Гейминг вытащили в чемпионат. И по плей-оффу прошли зашибись. Фова на мидлейне, он тоже был в этом же составе. Узи с Криспом играли в свое время. И если у Узи вдруг какие-то настроения не пойдут, то они урвали себе Дога. Ну, Дога был изначально у них. Но Узи они его докупили, видимо, потому что Узи уже согласился, что он вернется в киберспорт. Но пробки закрыли вейба Геймингом. И надо было Узи куда-то пойти. И он тогда предложил свои услуги команде Били-били Гейминг. Они с удовольствием его себе взяли. Обидно, что теперь Дога получается второй Адекери в этом коллективе. А ведь Дога один из лучших участников чемпионата мира. Один из лучших Адекери чемпионата мира 2021 года. Чемпионы мира команды Эдвард Гейминг здесь висит как номер два. Я лично считаю, что они все еще номер один. Поэтому я бы их поставил на позицию номер один. А как раз таки Били-били на третьем. Так у меня бы и остались. А Фландер с Молотником теперь будет менять этими позициями. Джей Джей все еще в лесу. Скаут вышел на пик своей формы. Я думаю, он ее не потеряет. Вайпер пик его формы. Я думаю, он ее не потеряет. Мейка пик его уже давным-давно прошел. Но он знает, как наводить, как прицеливать вот этих вот ребят, которые есть в его команде. Ну и здесь по рейтингу команда Royal Never Give Up номер один. Я ее ставлю на второе место. Это игроки Бин, Вэй, Жао Ху, Галя, Минг и Буни. Или Буни. Буни. Буни звучит прикольно. Но Баня, понятное дело. Вот тот самый Минг. Почему у них есть Баня? Ну, видимо, они уже готовились продать Минга. Но, опять же, все не сработало. Поэтому они уже в реестре записали, что Баня будет у них основным. И готовы были быть совсем командой не топ-1. Но так как они практически не поменяли свой состав, а только усилили его позиции топ-лейнера, то получается, что команда, которая стала чемпионом прошлого летнего сплита. Нет, весеннего, извините. Весеннего сплита. Летний-то сплит выиграла команда Эдвард Гейминг. Они вполне могут и в этом году побороться за первое-второе место. Но подумайте сами о мотивации сейчас Минга, который думал, что он будет снова играть с Узи и будет еще играть в супер-олдстар команде китайской. И еще и бабки зарабатывать нереально. А теперь он возвращается назад в рояльце. Хотя я не думаю, что он тут получает намного уж меньше денег. Тем более, что вы знаете, есть контракты игрока и есть контракты перекупок. То есть игроки обычно с этого денег-то не имеют за то, что команда выкупила его оттуда или оттуда. Зарплата была бы выше, но не думаю, что намного. Просто сама мораль немножко подавлена. И первые же матчи уже были проведены в чемпионате Китая как раз-таки сегодня. В котором команда ОМГ одержала легкую победу от команды Тандертолк. А рояльцы проиграли первый свой матч команде Фан Плюс Феникс. Кто-то скажет, опа, а что ты про Фан Плюс Феникс-то ничего не сказал? Да про них тут и говорить-то нечего, если честно. Фан Плюс Феникс по этому рейтингу на позицию номер 7. Я бы их ставил еще ниже, потому что у них неопытный Гори. Гори, который играл в чемпионате Кореи в составе команды СКТ. Потом там менялся. Так и не нашел себя, потому что он постоянно проигрывает лейнинг-фазу. Клит, который туда еще не доехал пока что. Но когда доедет, он в последний вагон залез. Вроде только через месяц сможет туда выступать. Потому что там карантин. Этого паренька я вообще не знаю. Молодой LVX. Это шикарный, конечно же, адекерри. Но, к сожалению, для него у него нет шикарного такого же саппорта. Ну и Фан Плюс Фениксов я бы, наверное, даже ставил где-то к позиции 9-10. Но они одержали сегодня победу. Значит, я не прав? Нет. Я-то тут, возможно, и не прав. Но если мы глянем на команды OMG против Thundertalk, здесь был разгром оба матча. Никакие камбэки им не помогали. 22 минуты, 23 минуты шел матч. А здесь у нас были партии, где почему-то не получалось никак у команды Royal Never Give Up найти свою игру. Причем, если вы посмотрите на статистику в каждом матче их игроков, все у игроков... Ой, подождите. Правильно? Ну да. Не туда смотрю. А здесь вот рояльцы. Все у игроков как раз-таки по статистике нормально. Они просто не могут понять, что сейчас происходит в Лиге Легенд. Не умеют сноуболить ее. Не умеют ее, эту игру, додавить. То есть я не могу даже в какой-то момент сказать, что ага, вот видели, как плохо играет этот игрок. Да нет, все играют-то как раз хорошо. Просто они все еще не проснулись от Лиги Легенд. И даже могу вам показать момент из игры, которая была Royal Never Give Up против команды FAN Plus Phoenix, где они перетрафтили оппонентов. Я думаю, любой аналитик вам скажет, что здесь жесткий передрафт пользуются командой RNG. Единственный аут у команды FAN Plus Phoenix это в средней стадии игры как-то заснуболить и продавить соперников. Ну и тут на перемоточках я сейчас вам покажу, что начал делать Жао Ху с Гори, с тем самым Гори, который теперь Гори-мидлейнер для команды FAN Plus Phoenix. Ну, с другой стороны, FAN Plus Phoenix избавились от человека, который не может держать язык за зубами, который много чего рассказывает, кому не надо. Вейтут аж инвейдит лес Лисин, и Лисин испугался. В этот момент у Гори уже нет хп. Синдра его там прогоняет с линии, Вейтут забирает синий баф. И Лисин говорит, я тебе ничем помочь не могу, чувак. Меня тут Джарван загоняет в моем собственном лесу. Немножко тут Бин пострадал на топе, но это не имеет значения. Гори-ка тавардавит, легко убивают. И несколько минут спустя, промотаю просто вперед. Несколько минут спустя, его снова будут тавардавить. Я слишком даже промотал вперед. Здесь нам покажется этот момент, который уже с другой стороны Гори-ка станет. И у него 11 фарма против почти 50, которые сейчас должен Жао Ху сделать. Да, Лисин здесь очень много зарабатывает на этом. Лишний опыт или добавочный опыт. Но как возвращаться к Орке в игру, совершенно непонятно. Но вот Сноубол не зашел как-то у команды Royal Never Give Up. Они что-то пытались, что-то где-то тут выдумывали. И такая игра получилась, как из моего Солоку. Ты вроде бы за лесника заработал 2 кила, ты вроде бы раздавил всех. Но как-то вот не идет, не идет и все. Но это связано, наверное, с тем, что ребята еще не сыграны. Не знают, как использовать те или иные вещи. Жао Ху вообще, например, Гори не дает даже к вышке подойти, стоя между двух вышек с ним. Причем Жао Ху не умрет в этом матче вплоть до 15 минуты. То есть у него будет все зашибись, а Корки будет только просить о помощи весь этот матч. Но это означает, что Фан плюс Фениксы более сильные. Ну, Фан плюс Фениксы, мне кажется, они более молоды. Вот в этом их была фишка в этом матче. Они не сдавались. А вот более старый такой коллектив, который считал, что можно просто сноуболом выиграть эту игру. А сноубол как-то развалился. Немножко потеряли мотивацию в игре и не поняли, а что же делать дальше. Ну, а ключевой момент в игре произошел... Сейчас, я не знаю, тут надо на таймер игровой попасть. Да, где-то вот здесь вот он должен будет произойти. Сейчас уже игра по золоту выровнялась. 36 тысяч на 800, 36-800 у обеих команд. И здесь возле, по-моему, дракона будет битвы. Время, помню, что она была... А, может, это уже битва вот эта? Нет, следующая битва должна будет. Следующая, значит, битва возле дракона. Но это не за дракона будет, а битва возле дракона будет. Я просто время примерно помнил. А, вот здесь что-то произойдет, да. Команда RNG, видите, готовится к дракону. До него еще две минуты. На шор они закрыть никак не могут. Сплитпуш начать никак не может их саппорт. Ой, саппорт. Их как раз-таки топ-лейнеры. Поэтому они решают просто сделать врыв через Джарвана вместе с Гвен. Все они там накидали. Но что-то как-то все повуфлешились. Все как-то остались живых. Надо уходить на рекол. Парочку ракет и джейса кушек заставили, ребят, команды RNG потерять тонну хп. И приходится им отступить. Но в этот же момент фамплессиониксы просто стартуют этого на шора. И рояльцы признают, что они больше ничего в этой игре-то и себя не представляют. Попытка здесь выиграть битву. Бин не может никак себя найти. Как раз я думал, что одна из проблем была то, что Бин... Ох, красивый кик. Красивое загляденье отлить на кик. То, что Бин не мог на своей Гвен никак начать сплитпушить Джейса. И, возможно, стоило как бы Джейсу из команды Royal Never Give Up... Ой, Джарван, извините, из команды Royal Never Give Up... Джейса погнобить немножечко больше, нежели он делал это гнобление против Корки. Потому что Корки как-то от горя довольно легко вернулся. Кстати, он вернулся за счет той самой руны, которая сейчас называется First Strike. Или ударное опережение, да, по-моему, в русской версии. И эти деньги, которые он зарабатывает с этих ракет постоянно, они ему копеечку-то возвращали. И вот это вот отставание, которое было у него против Синдра, оно было нивелировано за счет них. Ну и дальше сражение за дракона. Его практически не было просто. Попытка Джарвана застелить неудачная. Ну а четыре дракона против нуля. Легчайшая победа для команды FUN plus Phoenix в средней стадии игры. Тот самый момент, про который я говорил с вами в начале этого обзора матча. Что им нужно было именно выиграть в средней стадии игры. Что они и сотворили. Так к чему я это все веду? К тому, что статистику-то мы с вами можем дать. Статистику каждой команде, оценка игроков. Но Royal Network Give Up команда номер один проиграла команде здесь. Вот по рейтингу номер семь. Я бы ставил их еще ниже. Эту команду, правда, я бы тоже поставил ниже команду Royal Network Give Up на второе место. Но это все связано с тем, что просто ребята еще с каникул не пришли. И напоминаю, что каникулы-то у них опять образуются. Обратите внимание на расписание. Расписание у нас играет январь, играет еще январь, играет еще января. И потом 10-го только лишь февраля. На две недели ребята пропадают. И четвертая неделя у них стартует только 10-го февраля. Так всегда было в Корее. Ой, извините. В Китае. Потому что у них китайский Новый год. Кореицы-то как раз играют нон-стопом. Хотя интересно, у них же тоже иногда бывает желание попраздновать китайский Новый год. В Азии-то многие его празднуют. Мы его просто называем китайский Новый год. Так-то это Новый год по китайскому календарю. Так к чему я это все веду? К тому, что у нас скоро стартует чемпионат еще Кореи. И нужно ли вам, ребят? Нужно ли вам, ребят? Чтобы я делал вот такие микрообзоры. Может быть, не каждый день, но раз в два-три дня. Матчи, которые прошли схожи. Вот как сейчас я сделал обзор на матч Фан плюс Феникс против Royal Never Give Up. Пишите в комментариях. Я немножко заговаривался. Но надеюсь, вас это сильно не потревожило. Я только проснулся. Так что всем доброе утро. Или добрый вечер. Или доброй ночи. Если вы уже сейчас ложитесь спать. Пишите в комментариях.